Добрый день! О главных событиях в городе-области прямо сейчас в программе «Новости дня». Студия Анна Втюрина и теперь коротко о главных темах к этому часу. 19 января православные празднуют крещение. Верующие спешат на божественную литургию и набрать освященную воду. На скамье подсудимых Оршлетт и Бертхольц обвиняют убийство предпринимателей, поджог авто и создание ОПГ. Строительство Академии настольного тенниса и реконструкция футбольной арены обсудили в правительстве. Кибермошенники не дремлют, но с ними пытаются бороться даже с Международной космической станцией. Открытый городской турнир по бильярду. Оренбургские спортсмены боролись за главный приз. Православные сегодня отмечают крещение Господне. Он установлен в память о евангельских событиях, о том, как Иоанн Претеча крестил Иисуса Христа. Сегодня в храмах по традиции после праздничной божественной литургии освящают воду. Многие верующие запасаются ею на год вперед. Существует мнение, что святая вода долго не портится и обладает особыми свойствами, помогает при болезнях. В этом году, чтобы избежать большого скопления народа в храмах, оренбургцам за освященной водой можно прийти в любое время. Набрать ее можно будет в течение всей предстоящей недели. Однако большинство людей стараются прийти именно 19 января. Но основное празднование крещения началось еще ночью. По традиции, первый чин освящения воды совершается у вырубленной вальду купели. Мои коллеги побывали в одном из сел Оренбургского района и пообщались с теми, кто не побоялся мороза и окунулся в ледяную воду в числе первых. Алена Круглова продолжит. Крестный ход на реке Каргалка, затем чин освящения воды. Жители села Подгородняя Покровка ежегодно отмечают этот светлый праздник. Желающих всегда много. Несмотря на то, что традиционные крещенские морозы так и не наступили, на улицы достаточно прохладно. Но жители села Подгородняя Покровка это не останавливает. Нашлись и желающие искупаться в священной Ордане. Одним из первых отдать дань традиции решился Владимир Галяшин. Герой рассказывает, что в купании старается принимать участие ежегодно, говорит, для здоровья полезны. Просто великолепные. Отлично. Вот так вот, с праздником вас. Последовать примеру мужчины поспешили и другие оренбуржцы. Какие ощущения испытываете, когда в Ордане окунаетесь? Люди на Витове. Вы настраиваете. Вот такие. Скажите, вообще ежегодно в купании принимаете участие? Ну, стараемся, когда организуют проруби. С праздником всех. Для безопасности купель оборудовали металлической конструкцией. В этом году позаботились о комфорте. Чтобы приходящие на купель не замерзли, их бесплатно угощают горячим чаем. На месте круглосуточно будут дежурить сотрудники скорой помощи и полиции. Крещение проводим ежегодно. Ну, примерно вот на этом же месте. В прошлом году мы вот немножко за мостом проводили. Но в связи с тем, что в этом году в городе всего одна прорубь, мы побоялись, что там немножко дорога заужена, что много будет желающих посетить прорубь. Поэтому мы вот в этом году перенесли по эту сторону от моста прорубь. Ради прихожан. В подгородней Покровке окунуться в освященную купель можно будет до 9 утра 20 января. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. И к другим темам. О перспективах социального сотрудничества. Сегодня шел разговор на встрече главы региона Дениса Паслера с руководителем общества «Газпромдобыча Оренбург» Олегом Николаевым. Говорили также о строительстве в Оренбурге академии настольного тенниса и реконструкции стадиона «Газовик». Встреча проходила в кабинете губернатора в Доме Советов. Главный итог работы 2021 года – реализация газовиками всех намеченных производственных и социальных обязательств. Не менее масштабные задачи ставит перед собой общество и в этом году. Одна из них – строительство Академии настольного тенниса. Это совместный проект правительства области и газовиков. В планах реализовать его в течение двух лет. На данный момент готова проектная документация. Сейчас идет поиск подрядной организации. В центре настольного тенниса на сегодня занимаются порядка 900 человек. Новое учреждение рассчитано на 100 одаренных ребят, которые будут проживать в Академии и усиленно заниматься. С учетом традиций по теннису, которые есть в области, конечно, теннисная академия, база, где ребята могут проживать и тренироваться, учиться, она, конечно, очень сильно нужна. То, что вы своим приходом эту работу ускорили, сделали проект в прошлом году, а в этом году уже деньги выделены на начало строительства. Это очень-очень здорово. Поэтому я очень рад, что мы этот вопрос, который долго-долго обсуждался, сдвинулся и уже предметно подошли к проекту. Здесь уже и строить начинаем в этом году. Также шла речь и о реконструкции стадиона «Газовик», началась которая в прошлом году. Основные виды работ планируются завершить до апреля, поясняет генеральный директор общества. Денис Паслер обратил внимание, что в развитие данного вида спорта нужно включить всю область. Для этого необходимо строительство соответствующих площадок. В прошлом году из бюджета было выделено 100 миллионов рублей на 7 футбольных полей. В этом году сумма в два раза больше – 200 миллионов рублей. Планируется построить порядка 10 новых полей. Как заявил глава региона, главная задача, чтобы футбол стал доступен для каждого, кто желает им заниматься. А талантливые ребята и тренеры имели возможность попасть в главную команду области. Губернатор области Денис Паслер также провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы. Кириллом Князевым обсудили итоги работы ведомства за минувший год и планы на год следующий. По итогам прошлого года консолидированный бюджет Оренбуржья по налоговым и неналоговым доходам составил больше 119 миллиардов рублей. Это хороший показатель и большая заслуга предпринимательского сообщества, отмечает губернатор. Бизнес в период пандемии ответственно относится к своим обязанностям по налоговым отчислениям. Глава регионального управления ФНС подчеркивает, что показатели прошлого года по налоговым поступлениям превосходят цифры допандемийного 2019 года. Поступления в областной бюджет увеличились на 30%. По федеральному бюджету рост там вообще в два раза. И это как раз свидетельство о нормализации в первую очередь бизнеса, связанного с нефтью и газом, с добычей. И вот эта отрасль дала такой самый существенный прирост. Люди, несмотря на то, что у нас зараза это сохраняется, привыкают работать в новых условиях. И научились там зарабатывать, несмотря на то, что есть ограничения, есть там падение спроса определенное. И при всем при этом показывают хороший экономический результат. Еще два обвиняемых оказались на скамье подсудимых. Сегодня областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении Александра Аршлета и Виктора Биртхольца. Мужчин обвиняют в серии убийств оренбургских предпринимателей и поджоге нескольких автомобилей. По совокупности вменяемых преступлений, обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба отрицают вину или какую-либо причастны к совершенным преступлениям. В ходе первого заседания были допрошены потерпевшие. Одна из пострадавших – супруга убитого бизнесмена Седых. В ходе заседания она предположила, что причиной расправы над мужем мог стать спор. Якобы на протяжении 10 лет он в суде отстаивал право собственности на одно торговое помещение. Помимо этого, женщина заявила исковое требование на 10 миллионов рублей. Напомним, ранее два обвиняемых в убийствах предпринимателей уже были осуждены. Виктор Белкин и Иван Казачков сотрудничали со следствием и были приговорены к длительным срокам в колонии строгого режима. Оршлид и Бертхольц на сделку не пошли. Наши источники в суде говорят, что процесс может затянуться на несколько месяцев. А сейчас ненадолго прервемся и вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Кибермошенники не дремлют, но с ними пытаются бороться даже с Международной космической станцией. Открытый городской турнир по бильярду. Оренбургские спортсмены боролись за главный приз. А мы продолжаем. Правоохранители фиксируют рост кибермошенничеств. По статистике МВД за 21 год, каждое четвертое преступление в России совершено с использованием IT-технологий. Генпрокуратура сообщает, цифра кибермошенничеств за последние 7 лет увеличилась в рекордные 20 раз. Чаще всего злоумышленники атакуют госучреждения. На них приходится 19% от общего числа атак. Кибермошенников привлекают персональные данные, которые хранятся в базах данных и финансовых документах. Затем по списку идут промышленные и медучреждения. Замыкают таблицу финансовой и IT-организации. На них приходится только 7% атак. Дороже всего для бизнеса обходятся случаи, связанные с утечками данных из внутренних систем. Утечками, вызванными атаками вредоносных программ, утверждают эксперты лаборатории Касперского. Однако страдает и население. По данным Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Эксперты призывают не переводить свои деньги на счета неизвестных лиц. Ну а теперь информация для тех, кто интересуется иностранной валютой. Доллары и евро продолжают колебаться, но пока сохраняют свои основные позиции. Их стоимость вы сейчас видите на своих экранах. И в продолжении темы мошенничеств. Похитила из кассы более полумиллиона. Оренбургские полицейские задержали женщину, которая мошенническим путем присвоила себе почти 590 тысяч рублей. Причем украла их у своего же работодателя. 32-летняя сотрудница частной ритуальной компании, изготавливающей надгробные памятники, почти год оформляла липовые документы на заказы. А деньги клиентов похищала прямо из кассы. В итоге больше двух десятков заказчиков остались и без средств, и без памятников. Пока мошенница под домашним арестом, в перспективе ей грозит до 6 лет колонии. А вот ее начальник убытки потерпевших компенсировал предприниматель за свой счет, приобрел памятники и выдал их клиентам. Но далеко не все истории с такой развязкой. Мошенники все изворотливее, изобретают способы обойти закон и усыпить внимание жертв. И все чаще и главный инструмент в этом информационные технологии. О собственной бдительности в обращении с данными личных карт и счетов призывают уже из космоса. Уникальную профилактическую акцию прямо с борта Международной космической станции провели космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Даже за тысячи километров от Земли земные проблемы им не чужды. Сотрудники Роскосмоса вместе с правоохранителями в очередной раз призывают. Чтобы не потерять свои деньги, достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду. Что с вашей карты кто-то снимает деньги. Пытаются оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. В таких случаях прервите разговор и перезвоните своим близким. Либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС, знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. Не переходите по случайным ссылкам и не вводите данные платежных карт на тех сайтах, в которых вы не уверены. Злоумышленники таким образом могут воспользоваться полученными данными и опустошить ваши счета. Будьте бдительны, не отдавайте незнакомым людям ни информацию, ни деньги. А главное – предупредите об опасности близких, особенно пожилых родственников. В редакцию ОРТ обратились жильцы 14-го дома по улице Монтажников. Их беспокоят неубранный снег и сосульки на крыше. Не раз люди обращались в различные инстанции, но решения так и нет. В управляющей компании не берутся за такую работу, а самостоятельно ликвидировать проблему жильцы не рискуют. В ситуации разбирались мои коллеги. Выйти из подъезда и остаться неевредимыми – буквально мечта жильцов 14-го дома по улице Монтажников. Здесь с карниза крыш и козырьков подъездов не убирают снег. Проблема волнует оренбуржцев уже второй месяц. С декабря моя водрина, выходя из дома и проходя около него, всегда смотрит наверх. Эти глыбы снега и льда могут в любой момент упасть на голову, говорит женщина. Каждый день, как игра, повезет, не повезет. Такая глыба, если она маханет, она кого-то убьет. Мое беспокойство, что не дай бог случится несчастный случай. Жить в таком напряжении – проблема для всех жильцов дома. Они рассказывают, по снежному вопросу несколько раз звонили в управляющую компанию в декабре и начале января. Там, по словам людей, ответили, что крыша капитально отремонтирована, и чтобы залезть на нее и счистить снег, нужно разрешение фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области. В организации написали письмо и ждут ответа. Но оренбуржцы в недоумении. В 2020 и 2021 годах для уборки осадков использовали вышки. К тому же крыша после ремонта в ноябре 2020-го была передана в управляющую компанию на обслуживание. Возмущает их и уведомление управляющей компании на подъездах о том, что убрать осадки жильцы могут и сами. Нам на крышу нельзя. Надо еще допуск иметь, чтобы на крышу залезть. И подписать, что я полез на крышу, чтобы упал я. Предостерегающие ленты около подъезда все, что сделала УК. Добавляет беспокойство людям и тот факт, что управляющая компания может стать банкротом. Есть соответствующее определение арбитражного суда области. Самой управляющей компанией прокомментировать ситуацию не смогли. Ссылались на отсутствие сотрудника на месте. В этот же день в рабочее время звони в управляющую компанию. Трубку никто не берет. По словам людей, они обращались и в городскую администрацию. Там их жалобу перенаправляли в управление ЖКХ. Оттуда в управляющую компанию круг замкнулся. Знают ли о состоянии крыши в государственной жилищной инспекции? И что нужно сделать, чтобы люди смогли наконец-то безопасно ходить в своем дворе? В ведомство мы направили редакционный запрос. Ждем ответа. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. А теперь о спорте. В Оренбурге состоялся открытый городской турнир по бильярду. Участники разыгрывали звание сильнейших в динамичной пирамиде. Минувший год для нашего бильярда стал по-настоящему успешным. По общему количеству медалей спортсмены областной федерации уступили только москвичам. На самом высшем уровне, вплоть до чемпионатов мира, флаги Оренбуржья представляли Юркулев и непобедимая Миронова. Все громче заявляла о себе перспективная молодежь. Наши бильярдисты повторили свой же рекорд десятилетней давности. Прилепина с Аникиным сделали победный дубль на юниорском первенстве России. Плюс областной центр принял два крупнейших турнира подряд – первенство и чемпионат страны. Старт в новом году взяли отлично. В Екатеринбурге на первенстве России наши девушки завоевали полный комплект медалей. У самых юных победила София Горшенина. Ее более старшая коллега Полина Божгарева завоевала бронзу, а у юниорок до 19 лет Алиса Прилепина уступила лишь в финале, став серебряным призером. Соперница, да, девочка хорошая. Все-таки первенство мира она выиграла в Кишиневе совсем недавно. Была на ходу, и я считаю, что просто мне чуть-чуть не хватило чего-то. То есть были партии, в которых и я была впереди по шарам, причем с довольно большим отрывом, но просто потом все менялось и в мою пользу не складывалось. Мужская часть областной сборной в Екатеринбурге девушек не поддержала, оставшись без медалей. Но тренеры не без оснований рассчитывают, что на следующих соревнованиях юноши возьмут свое, и наград будет больше. Это большой результат, что в такое время нелегкое у нас все равно стабильно ходят 100 детей. И исходя из этих 100 детей, там человек 20, у нас уже прям серьезные спортсмены, которые могут показывать хороший уровень. На прошедшем городском турнире в финале у девушек восходящая звездочка Горшенина пока не смогла конкурировать с уже авторитетной Прилепиной. А у мужчин урок молодым преподали их тренеры Априсян, Дмитрий, Шмонов. Этот год будет богатым на домашние соревнования. Опять проведем главные всероссийские турниры, а осенью ждем чемпионат мира. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. И это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в городе-области. А вернуться к этой программе и другим проектам ОРТ вы всегда можете на нашем сайте ort.tv.ru. Присоединяйтесь также и группам телеканалов в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. И прямо сейчас рубрика «О погоде не только». Продолжение следует...